Успешные люди всегда становятся объектом восхищения, а иногда и зависти. Кажется, что у них все получается, на их пути нет никаких преград. На самом деле в мире нет таких счастливчиков, которым бы везло во всем. Даже самые богатые и знаменитые сталкивались со сложностями, но они не отказались от своей цели и продолжили идти вперед, несмотря ни на что. Если вам не хватает мотивации и при каждой неудаче вы готовы опустить руки, вспомните о них, успешных людях, карьера которых началась с провала. Их истории мотивируют, ведь своим примером они показывают, что нет ничего невозможного. Привет, вы на канале Современный ТОП, и это подборка успешных людей, карьера которых началась с провала. Номер 10. Мэрилин Манру. Имя этой женщины известно во всем мире. Мэрилин стала не просто знаменитой актрисой, а секс-символом 50-х годов 20 века. А ведь у нее не было больших возможностей, ни богатых родителей, ни выдающихся внешних данных. Ей исполнилось 9 лет, когда девочка осталась на попечении государства, у ее матери начались серьезные психические проблемы. Свою карьеру Мэрилин начала со съемок в журналах. Она стала моделью, периодически участвовала в съемках фильмов, но это были эпизодические роли. Она часто посещала кастинги и кинопроба, в большинстве случаев ей отказывали. Манру не раз слышала неприятные слова про отсутствие таланта и посредственную внешность. Она не опустила руки. Когда не было работы, девушка ходила на курсы актерского мастерства. Да, многие ее осуждают. Мэрилин была готова на все, лишь бы добиться своей цели. Романы с влиятельными людьми, связи, обнаженные фотосессии. Благодаря своему сильному и пробивному характеру, актриса все-таки получила всемирную известность. Номер 9. Стивен Кинг Нет такого человека, который бы не слышал о короле ужасов Стивене Кинги. Его произведениями зачитываются во всем мире, по его романам снимают фильмы. Мало кто знает, что Стивен начал писать еще в детстве. Он посылал свои произведения в журналы, но их не печатали. Первый свой отказ он получил в 13-летнем возрасте. Юноша прибил его гвоздем к стене, но писать не перестал. Через год гвоздь не выдержал, и его пришлось заменить на плотницкий костыль. Однако даже после огромной череды неудач Стивен не упал духом. Он получил образование, женился, но любимое дело так и не оставил. Однажды его жена нашла в мусорном ведре роман, Кинг его не дописал. Он предполагал, что это будет объемное произведение, которое точно не примут в журнале. Супруга уговорила его не отступать от своих планов. Все было не зря, ведь роман Кэрри принес Кингу первые приличные деньги и известность. Это было всего лишь начало успеха. Сейчас его книги пользуются огромной популярностью во многих странах. В нашей стране Стивена Кинга тоже очень любят. В прошлом году он стал самым издаваемым автором. Также его роман «Чужак» попал в топ-10 самых популярных книг в России 2019 года. Номер 8. Генри Форд Изобретатель и владелец автомобильных заводов Генри Форд – отличный пример того, что не нужно опускать руки после очередной неудачи. В начале 20 века автомобили были роскошью, их цена была баснословной. Генри мечтал сделать их доступными для всех. Получилось не сразу. Он нашел инвестора Уильяма Мерфи и открыл свою компанию по производству авто. Вскоре она обанкротилась. Причина – низкие продажи. Генри не потерял веру в себя и уговорил Уильяма еще раз вложиться. Снова провал. Он нашел нового инвестора и организовал новый проект. Прошло немного времени и Ford Motor Company получила известность во всем мире. Номер 7. Акия Марита Основателю крупнейшей корпорации Sony тоже пришлось преодолеть немало трудностей. Семья Акия Марита была обеспеченной. Семейный бизнес, его отец занимался производством национального японского напитка – сакэ. Он надеялся, что Акия продолжит его дело. Но юноша разочаровал отца, поступив на физико-технический факультет. Через несколько лет мужчина все же простил сына и даже выделил ему небольшой капитал, который стал стартовым для компании Sony. Акия мечтал изобрести что-то принципиально новое. Одним из первых проектов стала рисоварка. Продать удалось не более 100 штук, рис пригорал. Марита не сдался. Он продолжил работать, и вскоре его техника стала востребованной. У него была цель, чтобы надпись на товаре «Сделано в Японии» стала своеобразным знаком высокого качества. Сейчас Sony занимает третье место среди всех японских корпораций, занимающихся производством электроники в Японии. Номер 6. Харланд Дэвид Сандерс Личность, известная как полковник Сандерс, основатель сети ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken или KFC. На данный момент кафе работает в 134 странах мира, а это более 15 тысяч торговых точек. Харланд не знал, что такое успех и богатство. Он родился в бедной семье, повзрослев, много работал. Был военным, кочегаром, шахтером, страховым агентом. Мысль о ресторане пришла в его голову, когда он работал на заправке. Тогда Сандерс начал готовить куриные крылышки по особому рецепту. Жители ближайших кварталов охотно их покупали. Есть легенда, согласно которой Дэвид предлагал свой рецепт кафе и придорожным закусочным, но он никого не заинтересовал. Пришлось построить свой ресторан. Дело Дэвида процветало, он придумывал новые рецепты, работал над своим имиджем, но не все было гладко. В 65-летнем возрасте ему снова пришлось реанимировать свой бизнес. Новая межштатная магистраль стала причиной снижения количества посетителей в ресторане. Тогда полковник Сандерс решил проблему с помощью франчайзинга. Через 9 лет он продал свой бизнес и стал живым товарным знаком. 5. Томас Эдисон Этот человек за свою жизнь получил более тысячи патентов на свои изобретения, обеспечил мир электрическим светом, создав первую в мире рабочую лампочку. Однако его путь был труден и тернист. Еще будучи школьником, учитель сказал маленькому Томасу, что он слишком глупый и никогда не достигнет в жизни успеха. В последующие годы Эдисона не раз увольняли с работы за его непродуктивность, но он по-прежнему не сдавался. Когда газетный репортер спросил, чувствует ли он себя неудачником, и не хотел ли он отступиться после 10 тысяч неудачных попыток, Эдисон ответил, почему я должен чувствовать себя неудачником? И почему я должен сдаваться? Теперь я точно знаю более 10 тысяч способов, при которых электрическая лампочка не будет работать. Успех почти в моих руках. И благодаря своим прошлым неудачам и верой в себя, он продолжал путь к своей цели и даже после тысяч бесплодных попыток изобрести коммерчески жизнеспособную электрическую лампочку. Не опустил руки и в конечном итоге кардинально изменил жизнь сотен миллионов людей, обеспечив наши дома электрическим светом. Номер 4. Опра Уинфри Первая темнокожая женщина-миллиардер в истории. Если бы не сильный характер, она никогда бы не добилась таких успехов. Нищета, домогательство двоюродного брата, ранняя беременность, ее жизнь похожа на роман со счастливым концом. В 16 лет Уинфри выиграла конкурс ораторского мастерства и поступила в университет общественности. Вскоре ее взяли на телевидение помощником комментатора новостей. Уинфри не смогла справиться со своими обязанностями, голос дрожал, она сильно волновалась. Через 9 месяцев она лишилась места. Однако работая над собой и постепенно двигаясь к своей цели, уже через 7 лет она запустила собственное шоу, которое пользовалось огромной популярностью на протяжении четверти века. Его показывали в 146 странах. Теперь у Уопры есть свой телеканал. Номер 3. Уолт Дисней Уолт Дисней – знаменитый художник-мультипликатор, он основал The Уолт Дисней компании. Этот человек знаменит тем, что создал первые звуковые и музыкальные мультфильмы. Чтобы достичь таких результатов, Уолту пришлось преодолевать трудности. Будучи свободным художником, он создал Микки Мауса и предложил этот персонаж компании MGM. Они отказали Диснею, так как посчитали, что мышь на экране будет вызывать страх у представительниц слабого пола. Первый удачливый персонаж Уолта – кролик Освальд, он создал его для Universal Studios. После конфликта с руководством студии Дисней лишился всяких прав на Освальда. «Три поросенка» – проект, который долгое время не мог найти инвесторов. В дальнейшем этот мультфильм стал очень популярным. Это не все неудачи Уолта, о них можно говорить еще долго. Главное, что этот человек не сломался и исполнил свою мечту. Дисней является рекордсменом по количеству Оскаров. Всего их 26, также он был награжден множеством других премий. 2. Стивен Спилберг Один из самых популярных кинорежиссеров США. Он увлекся кино еще в детстве. Отец подарил ему видеокамеру. 12-летний Стивен начал снимать свои первые киноленты и даже победил в конкурсе любительских фильмов. Казалось, что у него есть все шансы на дальнейшее развитие в этой сфере. Спилберг решил получить соответствующее образование и подал документы в школу кинематографических искусств. Он пытался поступить туда два раза, но его отвергли со словами «слишком бездарен». Стивена без проблем приняли в технический колледж, но свою мечту он не оставил. Продолжал снимать кино. Вскоре его талант заметили в Universal Pictures. После премьеры фильма «Челюсти» Спилберг проснулся знаменитым. Все, кто прежде отвергал его идеи, начали предлагать ему сотрудничество. Сейчас Стивен Спилберг – трехкратный лауреат премии «Оскар». Большинство его фильмов стали кассовыми, а интерес зрителей – высшая награда для режиссера. Номер 1. Билл Гейтс На сегодняшний день состояние Билла Гейтса оценивают в 98 миллиарда долларов. Он 16 раз занимал первое место в списке Forbes, как самый богатый человек в мире. А ведь в его карьере тоже не все было гладко. Свой первый бизнес Билл основал, когда еще учился в школе. У него было два партнера – Пол Лален и Пол Гилберт. Они занялись созданием счетчиков для считывания дорожного трафика. Свою компанию они назвали Traffold Data. Нельзя сказать, что эта идея была плохой или неудачной. Все могло бы получиться. Информация была востребована. Сначала устройство пользовалось популярностью. Одно «но» помешало реализации самых смелых планов. Большинство штатов начали поставлять аналогичные приборы для дорожных служб на бесплатной основе. Вот только Билл Гейтс и его компаньоны не могли так просто отказаться от своего дела. Организация существовала около 10 лет, приносила убытки. Даже когда создали Microsoft, компания Traffold Data все еще не была ликвидирована. Стоит ли говорить, что Microsoft стала одной из крупнейших транснациональных корпораций по производству программного обеспечения. И наверняка не без прошлых неудач Билла Гейтса, который добился головокружительных успехов, но всегда с теплотой и трепетом отзывался о своем первом детище – Traffold Data. Читая биографии успешных людей, начинаешь осознавать, что их секрет отнюдь не в удаче, а в умении наплевать на ее отсутствие. Сегодня вы узнали лишь о некоторых выдающихся людях, которые хорошо знают, что такое быть неудачником, но при этом никогда не сдаваться и ни при каких обстоятельствах не опускать руки. Однако практически все успешные люди, перед тем как стать теми, кем они есть, испытывали огромные неудачи, но сумели преодолеть их. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередную порцию подборок на тему ТОП-10. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем спасибо. Всем пока.